В республике продолжает свою работу полуфинальный этап проекта главы Крачева-Черкесии «Кадровый резерв». О целях значимости, о необходимости его формирования, а также на сколько он реален и где гарантия того, что будет проводиться честно, расскажет Альбина Ламкова. Проект «Кадровый резерв» – это открытый конкурс для жителей республики, который реализуется с февраля этого года. На начальном этапе онлайн-тестирования из 227 человек прошли в полуфинальный этап проекта главы Крачева-Черкесии 160 участников. Сейчас они по установленному графику проходят контрольное тестирование. Таким образом, выявят талантливых людей-единомышленников, способных решать проблемы и предлагать лучшие варианты. Проблема может быть одна, но взглядов на нее множество. И путей решения также. Поэтому основная задача проекта «Кадровый резерв» – объединить людей вокруг одной темы и обучить их навыкам работы в команде при написании проекта, который в идеале в короткий срок может быть реализован на территории республики, а может и в масштабах страны. Начальник дирекции «Кадрового резерва» Ибрагим Татаркулов говорит о том, что основной принцип конкурса состоит в прозрачности и открытости. За счет чего она обеспечивается? В первую очередь за счет того, что действуют две платформы – «Кадры КЧРРФ» и «Кадры КЧРР.РФ». Участники, которые в феврале месяце подавали заявки, все они подавались электронно через платформу «Кадры КЧРР.РФ». Следует обратить внимание на то, что требования при подаче заявки были формальные. Это 21 год возраст. Помимо этого, законченное высшее образование, отсутствие непогашенной или неснятой судимости. Также, помимо этого, следует обратить внимание, что вторым этапом это было онлайн-тестирование. Онлайн-тестирование также проводилось через платформу, которая в свою очередь является инновационной для Карачаево-Черкесской республики и Северказского федерального округа. Регистрация, инструктаж участников первой части полуфинального этапа проекта главы Карачаева-Черкесии «Кадровый резерв» проходит строго по графику – 90 минут для решения вопросов по всем блокам контрольного тестирования. «Ходят по тем же самым блокам, по тем же самым направлениям. Единственный вариант тестирования – он любой другой, кроме того, который был в первый раз. За счет чего это обеспечивает? За счет того, что каждому участнику присваивается уникальный идентификационный номер, по которому тот вариант, который они получили в первый раз, не получают при дальнейших прохождениях контрольного тестирования. Затем, следующий этап – это второй подэтап полуфинального мероприятия. Он проводится при привлечении специалистов Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, также, помимо этого, Высшей школы экономики. При этом следует обратить внимание, что к комплексу оценочных мероприятий имеет отношение и Санкт-Петербургский госуниверситет». Нужно отметить, что сама процедура прозрачности обеспечивается тем, что при прохождении контрольного тестирования, так же, как при онлайн-проверке, участник получает свои результаты моментально, а вся процедура конкурса ведется в прямом эфире. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия.